Южный берег Крыма — это сплошные горы. Оставили машину на какой-то стройке. А это уже обратная сторона всех популярных мест. Всё в колючей проволоке, в решётках, чтобы никто не залез. И это очереди. Людям некуда уехать, все прут в Крым. Замок стоит на самой скале. Погуляли по Алубке и покидаем этот город. Впереди у нас красивые высокие горы. И выезжаем на трассу. Природа шикарная, горы, высокие, море. Вот эти сосны, которые мне впечатляют. Как на Урале, так, да? Слушай, ну так же? Такие борисы высокие стоят. Мне нравится. Да, всё-таки, как-то так красота. В общем, южный берег Крыма — это сплошные горы. А здесь нам вот налево. Это севастопольское шоссе. Шоссе. Да, шоссе точно. Мама, как тебе шоссе? Магистраль. Да. Вам и не снилось такое шоссе. Мама, как тебе шоссе. Субтитры делал DimaTorzok Интересно, что здесь нет пешеходных дорожек и вот люди ходят вот так вот пешком вдоль дорог. Это, конечно, опасно, как не опасно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставили машину на какой-то стройке. Мужчина говорит, а заезжайте ко мне за 250 рублей и оставите машину, потому что, опять-таки, нигде нет мест, куча людей. Ну, я думаю, вы поняли. Любая такая самая популярная достопримечательность на южном берегу Крыма — это априори очень много туристов и проблемы со стоянками. А вот такими вот тропами мы идём до Ласточкино гнезда. Правда, очень грязно по дороге, очень много мусора. Туристы оставляют после себя балаган. Далековато мы, конечно, поставили машину. Везде обрывы, везде решётки, территории санаториев. И далеко идти. В итоге мы сейчас возвращаемся оттуда на ту трассу, с которой мы и приехали. То есть мы приехали вот как раз оттуда, а машину поставили позади. Значит, нужно искать место где-то вот здесь, скорее всего. А вот уже вдали Ласточкино гнездо. Видите, здесь везде фишки стоят, куча машин, огромная очередь. Тоже вот где здесь ставить машины? А это уже обратная сторона всех популярных мест. Красиво? Да. Но на машине своей приезжать очень тяжело. Видите, какой поток огромный людей. Все идут, идут. Вот это уже. Справа на машине. И везде. А вот так вот мы. Справа на машине. Выборная машина. Стоит тебя. Выборная машина. Стоит тебя. Спасибо. Ну что, везде. Конечно же. Ага. Стоит тебя. Стоит тебя. Ага. Ага. Продолжение следует... Да, дорога, да, Ласточкино гнездо, очень длинная. Я подумала, почему пляжи такие пустые, никого на них нет. Потому что это территория санаториев и все в колючей проволоке, в решетках, чтобы никто не залез сюда. А пляж такой хороший. Вода на нем даже очень чистая. И вот оттуда, сверху, мы пришли. С шефом сам напрямую разговаривать. Вот, ни за чего они говорят. И это очереди. Откуда вообще столько осени людей? Это, в общем, причина закрытой границы. Людям некуда уехать, все прут в Крым. Жесть полная. Ну что, мы находимся на смотровой площадке. Вход сюда 100 рублей. Если вы хотите зайти еще и внутрь, все вместе 200 рублей. Раньше говорят, что было бесплатно сюда. Зайти и посмотреть просто. На смотровую именно, да. Видите, замок стоит на самой скале. И внизу море, скалы. Ветер шпарит просто. Также, если вы вдруг надумаете здесь снимать на дроне, то запрещено. К моему большому сожалению. Возможно, что когда будет холодно, будет зима, то наверняка здесь будет все закрыто и можно снимать. Но пока, к сожалению, только вот так вот передаем впечатления свои. Через такую камеру, но никак не через дрон. Хотя, я думаю, все из вас знают, как он выглядит со всех сторон. Потому что ласточки на гнездо очень часто располагают на поздравительных открытках, которые покупают люди и привозят своим друзьям из Крыма. О, как видишь, что тут? Ну, очки больше упадут. Да, упадут. Подержать надо. Ага. А-а-а! С трамплина прыгает. А-а-а! Страшно. Да. Голубое такое, голубое море. Да все, зай, хватит нас, давай я. Да отпусти ты, пап! Дерево желаний. О, не ушли, люди. Унимайся. Какая разница? Да, вот видно, давай. Сундук. Все, огонь. Кладут монеты, загадывают желания. И можно повязать еще и ленточку. Ну и такая смотровая площадка. Она практически наравне самим замком. Можно посмотреть наиболее верхние шпили. Как нам сказал мужчина на стоянке, ласточкино гнездо гораздо красивее на фотографиях, на открытках, нежели вот так вот. Смотровая площадка неплохая, но ничего сверхъестественного такого здесь нет. Закончилось наше путешествие по южному берегу Крыма. Мы уезжаем с Ялты. Дорога до дома у нас не близкая. И пока солнце не село, мы будем любоваться красивыми пейзажами, горами, морем. Так что всем спасибо. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите комментарии, ведь это очень важно. Спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!